Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В 54-м псалме, в 7-м стихе, псалмопевец говорит такие слова «Кто даст мне крылья, голубины я, и полечу, и почию?» Внутри каждого человека живет жажда полета. Об этом многие мечтали в течение своей жизни. Человеку с его мыслями мир, несмотря на всю бесконечность и бескрайность космоса, очень мал этот мир. Человеку всегда хочется большего. Кажется, мир так безграничен, но душа человека не помещается в этом мире. Ничто не способно утолить жажду. Человек только переходит от одного предмета жажды к другому. И, казалось бы, когда он уже все познал, все, что возможно, хотя это невозможно, но если даже гипотетически об этом говорить, человек чувствует, что все это одно и то же. Есть что-то большее, и именно этого большего хочется человеку. Ему хочется перерасти самого себя, быть больше, чем он сам. Но, конечно же, идет речь не о физическом измерении человеческой жизни, а о духовном измерении человеческой жизни. Вот когда мы смотрим на человека, мы можем его описать, мы можем его сфотографировать, мы можем говорить о каких-то внешних характеристиках человека. Но это еще ничего не говорит о самом человеке. Потому что человек может уйти в себя. Иногда он настолько глубоко уходит в себя, что если он сам не откроется, то никто не сможет его открыть и как бы достать его изнутри. Эту улитку можно достать из ее панциря. А человек, если он этого не пожелает, он не откроется. И он может быть закрыт в течение всей своей жизни. И кажется, вот он рядом. И так далеко одновременно. И поэтому человеку так хочется взять крылья и полететь, полететь куда-то далеко-далеко, чтобы там почить, как говорит псалмопевец. И вот когда Спаситель шел со своими учениками на вершину Леонской горы, он говорил им о том, что когда я взойду к Отцу моему, то всех привлеку к себе. Он им говорил о том, что исполнятся те мои обещания, о которых я вам много раз говорил. «Будет вам послан Утешитель, Дух Истины». Он напомнит вам все то, что вы забыли по-человечески. Потому что мы многие вещи хотели бы так помнить хорошо, но мы забываем. А многие вещи мы хотели бы забыть, но мы их очень хорошо помним. И вот, как правило, все святое человек очень легко забывает. А ему так хотелось бы взять все божественные тексты и вложить внутрь своего сердца, чтобы они ожили внутри него. Чтобы можно было говорить этим божественным словом как будто синхронно в один голос с ним, то есть с Богом. И вот когда Господь им говорил об этих возвышенных вещах, Он говорил им о Царстве Божьем, они именно в этот момент воскресшего Христа, у которого прободенные человеческим грехом раны на руках и ногах, они его спрашивают, «Господи, не в это ли время Ты хочешь воссоздать Царство Израилю?» Казалось бы, что самое худшее, что они могли сказать, они сказали в этот момент. потому что Ему множество раз предлагали «Стань во главу нашего израильского государства, за тобой пойдут люди, и наконец-то ты сможешь этот ненавистный римский режим сбросить». Но Спаситель говорил «Царством и не от мира сего». И вот сейчас Он шел на эту гору для того, чтобы вознестись туда, в это горнее царство. Они Его спрашивают о земном. «Что буду я вам говорить о небесном, если говорю вам о земном, и вы ничего не понимаете?» Так Спаситель неоднократно говорил. И вот когда они спросили Его об этом, Он отвечает как будто совершенно о другом. и говорит «Вам не нужно знать сроки». Какие сроки? А сроки Его возвращения, Его второго пришествия, потому что они во власти Отца Небесного. И вот когда Он уже будет возноситься с этой горы, ангелы, которые будут свидетелем этого вознесения, они скажут Ему, что Он таким же образом придет, таким вы видите Его восходящим. Он уже говорит им о втором пришествии, но не обозначает времени, когда это случится. Потому что человеку это не полезно. Человеку очень полезно ожидать. Ожидание – это очень важное свойство души человеческой. Замечено, что только час человек может ожидать. Все остальное – это уже нервы. Поэтому и называют час – часть. Как будто человек только еще до часа он может ждать, а уже больше часа он не может ждать. Но именно вся жизнь – это ожидание. Ожидание, когда войдет в нашу жизнь истинный человек и истинный Бог. Они взошли на гору. Спаситель тем временем им продолжает говорить о том, что вы, когда на вас сойдет Святой Дух, станете свидетелями мне. От Иерусалима, Самарии и до края земли. Вы говорите мне об этом Израильском царстве, об этом маленьком клочке земли под этим небом. А я вам говорю о том, что вы станете свидетелями мне до края земли, потому что мир принадлежит весь мне и все, что в мире. А вы будете свидетельствовать. О чем же вы будете свидетельствовать? Сами вы не способны без Духа Святого свидетельствовать. Но только будучи движим и Духом Святым, вы сможете свидетельствовать о самом главном, что люди меня убили, я воскрес, а сейчас жив. Это значит, что истинного человека, истинного Бога невозможно убить. Именно в этом весь смысл был проповеди святых апостолов. Он жив, он воскрес. А это значит, что наша жизнь приобрела дополнительное измерение. И вот это дополнительное измерение, это там, куда человек летит с крыльями, которые дает ему Господь, и там он почиет, там он почувствует, наконец, то успокоение, которого он не может обрести ни в одном земном клочке земли. Потому что самое красивое место, а вернее сказать, в самом красивом месте человек может заболеть, у человека может испортиться настроение, человека могут оскорбить, обидеть, да и сам он это все может сделать. Другими словами, этот мир, как бы он ни отличался, север от юга, запад от востока, и в конце концов, какие-то другие галактики, от той, в которой мы находимся, все это, в общем-то, ничего не меняет. Потому что везде человек подвержен этому трению с этим миром. Везде он соприкасается своей нежной кожей, и он начинает разрушаться. И жизни его ограничено в этом мире. И более того, эта жизнь, она связана всегда с болью и страданием. Как бы человек ни хотел быть вечно здоров, но мы не знаем бессмертного ни одного. Но только Христос, Он жив. И Он дает человеку новую жизнь. И человек во Христе это новое творение. И когда Он возносился на небо, Он благословлял своих учеников и всех людей. И когда Он благословлял всех, то сердца благословенных наполнялись радостью. И несмотря на то, что это была разлука, они уходили с этой горы с радостью, без ощущения того, что они разлучились со своим любимым учеником. Такого ощущения не было. И они пребывали не поодиночке, а пребывали в храме, как говорит нам Писание, и ожидали. Ожидали того исполнения обетования, о котором говорит Спаситель, что всех вас привлекут Духом Святым к себе. Потому что у Отца моего обителей много. То есть много таких замечательных мест, где вы никогда уже не испытаете ни боли, ни страдания. Ничего. Там будет бесконечная радость, бесконечная жизнь. И, наверное, вот о чем важно еще сказать. Вы знаете, каждый человек, он живет в какой-то своей ограниченности, как я уже сказал. Это может быть ограниченность физическая, это может быть ограниченность такая, знаете, психологическая, которая построена исключительно на эгоизме человека. Это может быть пространственная ограниченность, это может быть какая-то другая материальная ограниченность или временная ограниченность. В общем-то, много всяких ограниченностей, включая и социальную ограниченность, когда человек где-то оказывается вне социума. И все это, конечно, болезненно отражается на нашей жизни. Конечно, иногда мы нуждаемся в этой ограниченности, вернее сказать, в неком таком уединении, одиночестве. И многие даже предпочитали это. Но, в общем-то, речь не об этом, речь немножко о другом. А есть ли нечто в жизни человека, что никогда не ограничивает его возможности? И вот именно об этом говорит нам Господь. Он говорит, что если вы любите, неважно, где вы находитесь, или где-то на космическом корабле, или подводной лодке, или где-то на конце мира, если вы любите, и если вы в Духе Святом, то именно это измерение бытия, оно никогда не разлучает человека от человека. Истинная любовь, она сближает, несмотря на все средостения, которые в нашей жизни могут появиться. Абсолютно все. Дух Святой, Он настолько соединяет человека с другим человеком, что даже если мы переступим порог смерти, а что рано или поздно случится в жизни нашей, хотим мы этого или не хотим, мы знаем, как святые способны любить тех, которые здесь. Мы сегодня будем чествовать святителя Луку. Вся его жизнь была направлена на то, чтобы любить. И любил он по-своему, как он мог. А как он любил? Он любил, сострадая человеку, он делал операции, он помогал людям. И эта любовь, она настолько в Духе Святом через его действия хирургические, или просто человеческие, или святительские, сближала, несмотря на то, что в том обществе достаточно большая была пропасть в отношениях. Потому что люди тогда были разрознены идеологически, классово, но тем не менее, святитель, он все это разрушал, все эти средостения, он соединял в самом главном. И поэтому мы ждем, мы знаем, сколько ждать. Через десять дней, воскресенье, будет сошествие Святого Духа на апостолов. Эти, казалось бы, потухшие люди, они загорятся, как свечи. Вы даже на иконах увидите, как они горят. И этот огонь они понесут другим, для того, чтобы зажечь в сердца других людей. Без Духа Святого человек не способен к тому, чтобы жить такой полноценной жизнью. Потому что именно в Духе Святом, в Любви, ее можно определить, эту плоскость человеческой жизни, как здесь и сейчас, всегда. Потому что мы думаем, нет, когда-то это будет. Или вот прошло то, что хотелось бы, чтобы оно не проходило. А Господь говорит, нет. Это возможно всегда, потому что для Любви границ нет. Ни высота, ни глубина, ни широта, ни начало, ни власти, ни люди, никто не может отлучить нас от Любви Божьей, говорит апостол Павел. Что мы знаем об этой Любви опытным образом? Что-то мы чуть-чуть знаем, но во множестве мы не знаем, потому что если бы мы знали, то бы мы не знали одиночества, мы бы не знали вот этого разделения, потому что именно в этом измерении не существует всевозможных болезненных разделений. Человек всегда чувствует себя удовлетворенно, потому что и здесь, и сейчас всегда человеку хорошо, несмотря ни на что. Вот как важно человеку проникнуться тем, что, казалось бы, мы уже давно знаем, мы давно читали. Это как будто, знаете, мы знаем о земле очень многое. Кажется, мы топчем эту землю, но иногда, когда ты берешь лопату и вскрываешь эту землю, и ты чувствуешь ее запах, и ты понимаешь, что не только запах этой земли, но то, что сколько было влито туда пота и крови многими разными людьми, для того, чтобы мы могли сейчас пользоваться этой землей, и ты понимаешь, оказывается, твои знания слишком, слишком какие-то умозрительные. А хочется так, чтобы ты просто чувствовал и понимал. Потому что именно чувство — это то, что называется у святых отцов средоточие. И поэтому называется это средоточие чувств сердца, середина человеческого существа. Без сердца человек внешне может быть живым, а внутренне мертвым. Поэтому, если только прилагает человек свое сердце, только тогда он становится живым. И поэтому, говорит псалмопевец в своем псалме, положи восхождение в своем сердце. Иоанн Златоуст как будто продолжает эту мысль и говорит, «Зачем мне небо, если я созерцаю владыку неба и сам становлюсь небом?» Когда мы причащаемся телой и крови Христа, неважно, где это происходит, где-то на крыше мира, в какой-нибудь Джамалунгме или здесь, где, можно сказать, самые-самые наши земля, мы везде будем чувствовать одно. Близость к Богу. Потому что Бог, Он всегда рядом с человеком. И поэтому, когда Господь сегодня восходил на небо, Он возносил все наши послания всего человечества, все наши мысли, все наши желания добрые, Он возносил к Отцу Небесному. И тот, кто откроет свое сердце, тот почувствует, что, как сказал Господь, «Мы придем к такому человеку, кто отворит свое сердце, с Отцом, и вечерю у него сотворим». А что такое вечеря? Вечеря – это прежде всего то, что говорит, как мы друг другу доверяем, что мы сейчас вместе вкушаем одну и ту же пищу. И поэтому на Востоке всегда считалось, если ты допущен к трапезе в доме, это значит, ты допущен к самым близким отношениям. Значит, ты не можешь быть врагом. Всем вам, дорогие братья и сестры, желаю от всей души, чтобы все ваши возвышенные чувства, помышления, все ваши настроения устремлялись высоко к Богу. Но помните, где хранили радость апостолы, которые получили от нашего Господа через благословение. Они хранили ее в храме. В храме пребывали в молитве. И сказано, что храм – это небо на земле. Кто не вступает в храм, тот вообще никогда не вступает в небо. А тот, кто вступает в пределы храма, Он вступает на облака небесного Царства, которое всегда приносит человеку только добрую и радостную весть. Аминь.